Представьте, что вы уже набрали свою первую тысячу подписчиков, набрали 4000 часов просмотра, подали свой канал на монетизацию и вам её всё равно не дали. В этом ролике вы поймёте, что нужно сделать с вашим контентом, если он никогда не получит монетизацию, чтобы он всё-таки её получил. Меня зовут Влад Козыра, я ютуб-продюсер этого и ещё 95 популярных ютуб-каналов. Ставьте лайк этому ролику, подписывайтесь на канал, ну а мы не будем текать ни секунды. Помчали! Итак, нейросети. Все очень хайпят на этой теме, мол, нейросети просто создают тебе контент, тебе даже ничего не нужно делать, но все пропускают самое главное правило ютуба, что роботизированный автоматически созданный контент не подлежит монетизации и всё на этом. Всё, что можно делать нейросетями для своего контента, это можно, например, писать сценарии и фактически всё, да. Я делал уже ролик о том, как чат GPT помогает мне в создании контента, если кратко, то почти никак, потому что с креативными задачами чат GPT реально справляется не очень. Но даже если вы супер пром-дизайнер, инженер, эксперт, даже в этом случае у вас не получится сделать, ну прям, классный сценарий или классную идею ролика и описание себя в оптимизации, наверное, единственное, что может вам реально от начала до конца сделать нейросеть. А вот автосгенерированный контент и видео, автосгенерированный голос, это всё то, что не подлежит монетизации ютуба. Да, уже существует много роликов, в которых якобы получают монету, и да, действительно, получить монету можно, но такой контент долго существовать с монетизацией не будет, его лишат монетизации. Поэтому, если используете роботизированную озвучку, роботизированный голос, либо роботизированное изображение инфлюенсера в кадре, знайте, что такой контент ютуб, по крайней мере, пока что запрещает. Если что-то изменится, я вам об этом обязательно скажу. Дальше. Нарезки музыки, весёлых, смешных, спортивных моментов, вот этот вот весь контент не подлежит монетизации. Что, если просто нарезать что-то одно за другим? Там, первый момент, второй момент, третий момент, песни какие-то? Нет, вы не получите монетизацию, даже если не будете нарушать контент-айди. Это распространённое заблуждение, потому что зачастую люди вырезают свои фрагменты вот так вот по пять секундочек, чтобы ни в коем случае, ни в коем случае не нарушить контент-айди. Но на самом деле, даже если ни на одном вашем ролике нету контент-айди, ну там, клеймов, да, это всё равно не значит, что вы получите монетизацию. Да, вы можете избежать каких-то жалоб по авторскому праву, но если в ваших роликах нету дополнительного авторского комментария, и вы просто сделали смешную нарезку, такой контент монетизироваться без озвучки не будет. Всё, по-моему, максимально просто. Следующий важный поинт — это контент, собранный из чужих материалов. Ну, в общем, есть такая лицензия Creative Commons, и по ней якобы можно нарезать контент и делать из него новый, уникальный, и якобы, ну, за это не будет жалоб. Короче, да, действительно, можно использовать контент, который не облагается никаким авторским правом. Это free-to-use контент. Так или иначе, даже если это free-to-use, то этот free-to-use не подлежит монетизации без дополнительного авторского комментария. То есть, если вы взяли просто стоки каких-то каминов, не знаю, водопадов, нарезали это всё вместе, поставили эмбиенс эпидемик саунда, то это не монетизируемый контент, потому что это не является уникальной творческой единицей. Я уже третий раз за сегодня говорю про авторский комментарий, и что же это такое? На самом деле, это очень просто. Хотите, я вам приведу лёгкий пример того контента, который монетизируется, но он вообще не состоит из каких-то авторских видео. Это пупы. Ложи на место. Короче, пупы от начала до конца, вот эти ритп-видео состоят из чужого контента, но это является уникальной творческой единицей на ютубе. И ютуб такие ролики монетизирует. Почему? Ну, потому что там очевидный авторский комментарий. Там видео до такой степени переработаны, что они действительно, ну, играют по-новому. То есть, пупы сериалу «Уэнздэй» — это не нарезка сериала «Уэнздэй». Это новое какое-то произведение с особым юмором, который весьма и весьма часто специфический, но так или иначе, это не значит, что этот контент нельзя монетизировать. Даже если вы полностью всё создаёте из чужого контента, юмористический контекст — это то, что может послужить фактором для монетизации вашего контента и принятия вас в партнёрскую программу YouTube. Это можно сделать с помощью каких-то саунд-дизайновых штук, например, как это делает канал Dime. Не будем забывать про то, что у канала Dime есть озвучка. Звучка. То есть, если вы сильно перерабатываете контент и добавляете туда какой-то дополнительный контекст, а лучше всего юмористический, вы практически всегда, практически на любом контенте из любых нарезок получите монетизацию. Главное, чтобы там был юмор, вот и всё. Дальше идёт пункт специально для американских ютюберов. Геймплей без дополнительного контекста и авторского комментария тоже не монетизируется. Вам могут рассказывать экспертики, что на самом деле просто никто не шагит и всё это монетизируется, а вы просто бедолаги. Но на самом деле это не так просто. Геймплей без дополнительных каких-то моментов нельзя монетизировать. Что можно сделать, чтобы монетизировать геймплей? Есть несколько способов. Первый способ это добавление какой-то игровой механики, какого-то челленджа. Опять же, какой-то дополнительный контекст. То есть, если вы делаете геймплей нарезку в стиле там новичок, профи и там бог, то это действительно добавляет какой-то авторский комментарий. Если вы просто сами себя запишите на камеру и будете дрыгаться как-то в такт тому геймплею, который у вас происходит, там будете издавать какие-то эмоции, будут появляться опять же саунд-дизайновые штуки типа вау, там аплодисменты, всё будет подсвечиваться. Этот контент будет монетизироваться, поэтому просто геймплей не нужно нарезать в этом нет никакого смысла. А если ваши геймплеи внесут в себе какую-то дополнительную идею, то этот контент действительно можно будет монетизировать. Да, здесь много частных случаев. Если вам всё ещё непонятно, то пишите свои вопросы в комментарии и попробуем разобрать ваши вопросы. Какой контент можно монетизировать, какой нельзя. Ну а самое главное, что нужно понимать, чтобы создавать такой контент, его снимать вообще не нужно, да. Монтировать его можно прямо на своём компьютере. И самая лучшая программа для монтажа, которая может быть для начинающего ютубера, это, конечно же, Movavi Unlimited. Это просто нереальный must-have любого начинающего ютубера. Во-первых, Movavi Unlimited запустится абсолютно на любом компьютере и будет работать плюс-минус нормально, даже если у вас очень-очень какой-то старый девайс. Самое главное, что Movavi Unlimited это все программы в одной. То есть вы получаете и видеоконвертер, и видеоредактор, и фоторедактор. И абсолютно каждая из этих программ обладает набором уникальных функций. В программе для записи экрана можно прямо рисовать во время записи экрана. Это, ну, очень крутая фишка. Когда вы закидываете все свои исходники в видеоконвертер, вы можете преобразовать их, чтобы они меньше весились. Точно так же, как и наоборот, вы можете заапскейлить ваше видео и 1080 превратить в 4К буквально в несколько кликов. Дальше вы все эти исходники закидываете на таймлайн видеоредактора Movavi и перетаскиваете эффект из встроенного магазина эффектов, который тоже идёт в подписке Movavi Unlimited. То есть вот такие красивые и классные визуалы вы можете использовать вот буквально в несколько нажатий. Это очень классно работает. Дальше вы можете с помощью AI шумоподавления сделать идеально студийный и классный звук. Например, как у меня сейчас, потому что Denizer Movavi вырезает все ненужные шумы и с помощью функции искусственного интеллекта реально прокачивает ваш звук. После того, как видео вы нарезали и оно готово, можно нажать на кнопочку экспорт и создать себе обложку видео-фоторедакторе Movavi, что тоже работает максимально удобно и классно. В общем, скидка на Movavi Unlimited в размере 80% уже лежит по ссылочке в описании. Обязательно переходите и воспользуйтесь преимуществами нашей секретной акции. И, конечно же, поделитесь этой ссылкой со своими друзьями. Ну а мы продолжаем. Повторяющийся контент – это то, на чем спотыкаются даже популярные авторы и получают демонетизацию своих каналов. В общем, представьте, вы насоздавали много-много всякого контента, он набрал у вас большое количество просмотров, и вы решили попереиспользовать этот контент. Так делать нельзя. За это лишают монетизации. То есть ни в коем случае никаких перезаливов. Если вы хотите переиспользовать контент, вы должны удалить полностью его с канала и загрузить заново. Если вы делаете какие-то подборки видео свои, так на самом деле можно делать, но это тоже такая штука, за которую тоже можно потерять монету. Если один контент уже использовался на канале, вы не можете использовать его снова. Да, YouTube часто закрывает глаза на какие-то мелкие нарушения, но если ваши нарушения будут систематическими, то YouTube вас не простит. И в один прекрасный день вы проснетесь, а на вашем канале уже отключена монетизация. Поэтому reused content, повторяющийся контент, ни в коем случае не перезаливайте свои же ролики без предварительного удаления. Рекомпиляции вашего контента в новые ролики, типа вы используете старый контент, который уже есть, но не перезаливаете, а как-то, ну, что-то делаете другое. Это тоже считается переиспользованным контентом, только если вы в том контенте не добавляете какой-то новый смысл. Ну, например, вот мы с Артуром на нашем канале Arthur Winer записали кучу перебивок, и, например, записали кучу перебивок от MacBook M2 Pro от Apple. Мы используем этот контент в обзоре на MacBook M2 Pro и в сравнении MacBook M2 Pro с M1 Pro. И это законно, это можно, потому что мы используем тот же самый контент в новом контексте. Там новый Артур с новым вступлением, с новым фоном что-то рассказывает. Мы используем B-roll из прошлого видео. Если бы мы взяли наше прошлое видео, например, сравнение M2 Pro с M1 Pro и загрузили бы его заново, поменяв там какие-то кадры местами, вот это было бы полностью переиспользованным контентом, и это действительно наказывается лишением монетизации. А если вы один и тот же контент погружаете в разный контекст, в разные смыслы и в разные творческие единицы, все прекрасно, YouTube вам ничего не сделает. Короче, чтобы вы понимали, очень важно это снимать свой контент и загружать его на YouTube можно всегда. Этот контент всегда будет монетизироваться. Да и если вы создаете контент с лицом, вместе с собой вы качаете свой личный бренд, вы можете прокачать продажи, например, своих каких-то продуктов, услуг, сервисов, чего угодно, вы сможете наладить хороший контакт с вашим зрителем, и никаких вопросов о монетизировании вашего контента стоять не будет. Вы получите монету достаточно легко и просто. Но если создавать контент из чужого контента, вот здесь начинается огромное количество вопросов, и самое главное, что вам нужно помнить, это про генерацию новых смыслов, про авторский комментарий и про уникальность творческой единицы контента, который вы создаете. Фактически можно даже компилировать мемы, можно просто перенарезать фильмы, но делать это в формате юмора, то есть можно сделать просто нарезку моментов из фильма, а можно сделать пуп из моментов из фильма. И вы понимаете, что пуп из моментов из фильма, несмотря на то, что это полностью чужой контент, будет монетизироваться, а нарезка моментов не имеет никакого дополнительного какого-то челленджа, смысла, это не самостоятельная творческая единица, это не считается уникальным контентом. Короче, авторский комментарий и уникальные творческие единицы ваше все, Вы должны понимать, ну, на подсознании, что вы делаете что-то новое. Если просто гнать старый контент по кругу, никаких успехов вы не добьетесь и монетизацию вы на нем никогда в жизни не получите. Поэтому, если вы хотите создавать контент, который все время получает монетизацию и контент, который может продвинуть ваш бизнес, либо ваше дело, обязательно пишите мне по ссылочке в описании в Телеграме. Я с радостью помогу вам вывести ваш личный бренд, либо просто бренд вашей компании на новый уровень вместе с Ютубом. Ну и, конечно же, смотрите вот эти видео, они тоже очень интересные, классные и полезные. С вами был Ютуб-продюсер Влад Козыра. Всем пока!